Спасибо, Дарья Владимировна, заставайтесь. Коллеги, переходим к вопросам. То есть есть вопросы, которые уже прозвучали в докладе, так я по ним уже когда буду подводить итоги скажу. Пока никаких записок из зала не поступило. Есть ли у кого-то вопросы, которые могут быть заданы в микрофон? Нет вопросов? Если нет вопросов, давайте тогда обозначим несколько важных тем. Я попрошу Николая Петровича в протоколе отражать. И Алексей Борисович, вам как куратору района, эти моменты держать на контроль. Итак, первое. У нас есть несколько серьезных проблем, связанных с экономикой района. Белохолуниевский завод, значит, вот те вопросы, которые озвучивались по поводу встречи с акционерами, поиска инвесторов, значит, нехватка наоборотных средств. Я бы попросил Вас провести встречу и рекомендации, что мы можем сделать. Опять же, госгарантии по привлечению кредитов, значит, еще какие-то вопросы. Потому что, честно говоря, обидно видеть, как у завода уменьшаются показатели и по выручке, и по количеству людей там занятых. И, в общем, мы понимаем, что на сегодняшний день потенциал завода явно не используется для развития района. Может быть, это носит объективный характер, да, и мы здесь ничего поделать не можем. Может быть, есть какие-то механизмы, которые позволят нам это сделать. Дальше. Есть две глобальные проблемы инфраструктурного характера. Первое у ЖКХ, значит, здесь прозвучали предложения по поводу кредитов, опять же, гарантий. Впрочем, здесь, опять же, от Вас вместе с Александром Павловичем Горсткиным должна быть единая позиция, так, что мы в данном случае делаем. То есть, понятно, что у нас главная задача, чтобы системы жизнеобеспечения работали нормально, да, то есть, чтобы у нас вот этих, там, истерик от Баграма, там, значит, прочих, да, чтобы их не было. И чтобы, там, город отапливался в соответствии с теми, там, требованиями и регламентами, давал нужную температуру в рамках тех тарифных решений, которые существуют. Значит, что для этого нужно, опять же, я попрошу, там, в течение месяца подготовить свое заключение совместное, так, то есть, чтобы и профильный департамент ЖКХ, да, то есть, Алексей Борисович, естественно, вместе с руководством района позиции были согласованы. Теперь, что касается проблем водоснабжения. Ну, проблема, там, не то, что с бородой уже, там, а с, там, не знаю, с чем уже, да. Значит, Алексей Борисович, вот, если, как бы, коротко, ваше видение, то есть, что сейчас, потому что, понятный вопрос, дайте 120 миллионов, то есть, ответ будет нет, как бы, да, то есть, 120 миллионов, значит, сейчас никто, там, не ставит для решения проблем водоснабжения. Евгений Борисович, а мне 125, а 301 миллион тело разработано. Поэтому, вот, те мероприятия, которые были, через наши программные мероприятия, в прошлом году надо было решить вопросы по великому полю и двум котельным здесь, которые, вот, закрыть вопрос по водоснабжению. Из областного бюджета по программе реформирования модернизации деньги были выделены, объект был религенцован. Предложение департамента еще раз пересмотреть эту программу и сделать реальные пусковые комплексы в пределах до 15 миллионов, а не за 120, которые можно было через программу реформирования модернизации, каждый год пошаженно решать. Вот 15 миллионов каждый год вкладывая в систему водоснабжения города Белого колуниса, я считаю, за три года можно эти вопросы все снять. Вложив 45 миллионов за три года, вопросы водоснабжения можно будет снять. Те вопросы. Поэтому предложение еще раз рассмотреть эти программы и реально подать заявку на проблемные улицы, на проблемные участки, где нет воды. Их решить. Дальше, следующий шаг, следующий. Понятно, о чем он говорит, да? То есть не формулировка вопроса в режиме 120 или 300 миллионов, давайте, как вы, значит, все решим, потому что ответ на такую заявку будет, кстати, по определению. Понятно, что при всем объеме бюджета, включая наши дотации в размере 400 миллионов, 300 миллионов на водоснабжение, никто там не выделил. Поэтому ваша задача, и здесь единственное, я попрошу это дело не отдавать просто, чтобы районы, надо некую методологическую помощь все равно отказать. Надо разбить проблемы на несколько.